Денди! Денди! Мы все любим Денди! Денди! Играет все! Как бы вы могли узнать хитрые коварные секреты, которых полно внутри каждого картриджа? И, наконец, как бы вы смогли, например, узнать о волшебном переходнике Мега Кей, из которого, наверное, не может обойтись ни один уважающий себя игрок? Семья Денди растет с каждым днем, а мы выходим в эфир каждую неделю по субботам и в повторе по четвергам. Итак, мы открываем вам дверь мирного реальности в мир компьютерных игр. Сегодня в нашей программе. Стритфайтер для Денди и капитан Крюк для Сеги. Мы подводим итоги нашей первой викторины и познакомим вас с одной из победительниц. Мы проведем заочную электронную лутерею среди обладателей приставки Денди. Как всегда в нашей программе обзоры писем, игр и всевозможных секретов. Мир новой реальности, мир находок, открытий, радостей и разочарований. Наша передача выходит в эфир уже больше месяца. И каждый день мы получаем огромное количество писем. Спасибо вам огромное за эту почту. Мне безумно интересно ее читать. Но, к сожалению, почти в каждом письме неправильные ответы на наши викторины. Знаете, вы как сразу бросились от желания получить какой-то приз, бросились отвечать на эти вопросы, не имея достаточной подготовки. И только в редких письмах, которые мне наиболее приятны, есть конкретные вопросы по игре. Есть какая-то информация о том, какие у вас приставки, какие картриджи. Вот нам это как раз гораздо важнее, чем ответы на викторину. Хотя и на викторину отвечать тоже нужно. И вот в одном из писем, например, от Саши Ларина из Москвы, я увидел такую просьбу. Мне очень нравится ваша передача. Мне хотелось бы, чтобы она выходила регулярно. Она, Саша, выходит регулярно, каждую неделю по субботам и четвергам. Не пропусти, если ты пропустишь ее в субботу, то в четверг, в повторе, в час дня ты всегда сможешь ее посмотреть. Так вот, у меня есть приставка Дэнди Классик и всего один картридж. После школы я все время провожу за компьютером, регулярно следую за новинками, посещая все фирменные магазины. Я хотел бы узнать, какой мне картридж купить, если я люблю боевики, драки и всякие погони. Ну, если у тебя приставка Дэнди Классик, значит, это восьмидитная приставка. И тебя интересуют вот такие вот маленькие картриджи для Дэнди. Если ты любишь драки, если ты любишь погони, есть у тебя хорошая реакция и быстрые пальцы, то тебе, наверное, нужно купить в качестве своего следующего картриджа вот этот. Street Fighter 2. Замечательная игра, и сейчас я хочу, чтобы вы потратили три минуты вашего времени, чтобы я о ней вам более подробно рассказал. Итак, Street Fighter, часть вторая. При теперешних требованиях к дисциплине в школах особенно не повозишься, не подерешься. Для такого случая и появилась несколько лет назад на приставках игра Street Fighter. Street улица, файтер, боец. Чего вместе получается? Правильно, уличный боец. Да не один, а целых четыре. В этом варианте игры для приставки Дэнди. Китайская девушка с внешностью гимназистки и ударом львицы по имени Чан Ли, белокурый юноша с ёжиком на голове Гуиль, наш с вами соотечественник Амбал по фамилии Зангеев, и, наконец, Азиат Рью, неприметный каратист с повязкой на голове. Неназванный организатор затеял мировой чемпионат по уличным дракам. Драки эти происходят в разных местах земного шара, куда и съезжаются участники для того, чтобы помериться с силами. Вот и весь, собственно, сюжет. Остальное в ваших руках, а точнее, на кончиках пальцев, бегущих по кнопкам. Говоря честно, задумка авторов и возможности восьмибитного процессора так и не сошлись воедино, как, например, в Стритфайтере для Сеги, о котором рассказ чуть позже в нашей программе. Уж очень неповоротливы здесь и схематичны движения героев. Но всё это в сравнении не идёт с азартом битвы, когда ты выходишь на арену, неважно в каком обличии, и превращаешься из троечника с несделанными уроками в супергероя. Шквал ударов, которым научиться не так уж легко, и противник повержен во прах. В пылу борьбы даже перестаёшь замечать и графические недостатки, и простенькую баловаюшную музыку, пиликающую где-то там далеко. Пока детвора всего мира познавала премудрости этой версии игры, на рынке видеоразвлечений появился Стритфайтер 3. В два раза больше героев, в два раза больше возможностей победить или битому быть. В сотый раз убеждаешься, что тяга к выяснению отношений в честном бою живёт в каждом из нас. И, конечно, удобно, что за стритфайтерскую драку вас никогда не выгонят с урока и не напишут замечание в дневник. Стритфайтер 2 для приставки Дэнди. Я почти уверен, что все вы умеете правильно вставлять картриджи и вынимать их из приставки. Но, на всякий случай напомню, сначала мы выключаем приставку, а потом вынимаем картридж. Рекомендую для Саши, Ларина и для всех остальных, кто уже имеет или собирается купить Стритфайтер 2, поиграть сначала с каким-нибудь вашим товарищем. Потому что, уверяю вас, если вы будете играть с самого начала с компьютером, у вас может ничего не получиться, и вы расстроитесь, и вам этот картридж не понравится. Позовите какого-нибудь соседа или вашего товарища из школы, назначьте себе игроков, и, как вы любите говорить, рубитесь до потери сознания, пока кто-нибудь из вас не станет абсолютным чемпионом лечничной клетки, двора или класса. А уж потом можно браться за борьбу с компьютером. Ну, а обладатели приставок на 16 бит, типа Sega Pro 16 или Sega Mega Drive 2, сейчас пришел ваш черед. Вы слегка с таким сарказмом и иронией смотрели предыдущий сюжет, потому что для вас, Dendy, это уже пройденный этап. Вам повезло, у вас есть более хорошие приставки, более качественный звук, более качественное изображение, но вам, как вы помните, пришлось за них отложить и выложить в магазине гораздо больше денег. Но для вас новинок тоже много появляется в торговой сети Dendy, и одна из них, вот этот картридж. Называется он по-английски «Хук». «Хук» — это крюк. Наверное, вы поняли, о чем речь. Вспомните фильм про Питера Пэна и про страшного однорукого капитана. Если не помните, то давайте посмотрим маленький фрагмент из этой картины. «Хак» — это не «Мия, бой». Нет, но это не честно. Просто какой-то летающий дьявол. Готовы? Огонь! «Хотэд»! «Совет не из спей». Итак, вспомнили. Вспомнили историю Питера Пэна, историю довольно взрослого дядьки, который превращается в ребенка и отправляется в страну Неверландию, небывалую, можно так перевести на русский язык, чтобы спасать своих детей, которые попали в плен страшного пиратского капитана Крюка. Но, когда вы покупаете любой картридж или вам приносят его ваши друзья, вы хотите поменяться, внимательно посмотрите на его обложку. Ну, во-первых, он должен быть нормальный, в пластмассовой коробке, никакой не в бумажной, и на нем должна быть яркая цветная картинка, полная гарантия того, что картридж рабочий, картридж фирменный, никакой подделки здесь нет. Так вот, выберите картридж в руку, и вдруг видите на нем вот такую надпись. Тут написано Genesis. Genesis — это американская система видеоприставок на 16 бит. У нас эти приставки называются Sega Mega Drive 2, а в Америке они называются Genesis, Sega Genesis. Это значит, что эти картриджи не будут работать в вашей приставке без одного волшебного устройства. Вот оно у меня в руках. Это так называемый мега-ключ, мега-ки. Обязательно купите себе этот прибор, потому что без него ровно половину картриджа, которые в мире ходят и в которые вы могли бы поиграть, вам будут недоступны. Сзади есть переключатели. Такое синенькое окошечко с переключателем. Это и позволит вам на вашей приставке пользоваться любыми картриджами, которые вообще существуют в мире. Американскими, японскими и даже бразильскими, представляете? Поэтому мы открываем коробку с картриджем игры Крюк. Еще раз видим надпись Genesis. И смело вставляем внутрь мега-ключ. Мега-ки. Все. Теперь ваш картридж готов к работе. Итак, 16 бит. Приключения Питера Пэна в небывалей. Питер Пэн, сорванец из сорванцов, ничем бы не отличался от миллионов мальчишек, если бы не умел летать. Таким даром наделил его девушка-колокольчик Тинкербелл, посыпая его время от времени волшебным порошком. Так он попал в страну Неверландию, где в самом конце мультфильма встретился в смертельном поединке с самим капитаном Крюком. В той схватке, как вы помните, он, естественно, победил. История Питера Пэна и легла в основу игры для 16-битной приставки Себа. На ваших экранах сразу второй уровень игры. Здесь, в дремучем лесу, в кронах деревьев прячутся многочисленные хулиганы, норовящие попасть в нашего героя жалящими стрелами. Пока у Питера был в руках волшебный меч, полученный в первом уровне, справиться с негодяями ему было просто. Но только он допустил ошибку, и скользкий меч вырвался из рук и упал на землю. В дальнейшем его можно отыскать, где ему под кустом, но некоторое время придется обходиться без него. Различные комбинации кнопок позволяют творить настоящие чудеса ловкости и акробатики. На первый взгляд, игра Хук покажется вам довольно простой, но это впечатление обманчиво. 16-битные просторы картриджа поистине необъятны. Жаль, что в коротком рассказе мы не можем поведать вам обо всех красотах и сюрпризах этой игры. Хотим только посоветовать вам вникнуть в очарование игрушки. Заодно только шумовое оформление и музыку на нее можно играть долго и упорно. Если рядом с вами не живет девушка-колокольчик Тинкер Белл, и вас некому посыпать волшебной сверкающей пудрой, то хотя бы в мире новой реальности немудреный костюмчик Питера Пэна будет вам как раз в пору. Вот такая вот игра. Она только недавно появилась в торговой сети Дэнди, поэтому если у вас накопилось достаточно денег, или родители вам так от широкой души дадут эти деньги, скорее бегите покупать этот картридж, он вам доставит массу удовольствия. Правда, не забудьте еще купить и Мегакит. Повторяю, что эта вещь очень нужная. И если вы сначала так будете жадничать и думать, покупать или не покупать ее, не сомневайтесь, она вам пригодится еще миллион раз. Среди ваших писем, которые мы получаем, есть довольно странные вещи. Я открываю конверт, например, от Чернова Антона Михайловича. Наверное, Чернов Антон просто. И вместо письма вижу там регистрационную карточку, которую получает каждый, кто покупает приставку в фирменном магазине торговой сети Дэнди. Эти карточки нам в передачу присылать совершенно не нужно. Когда вы получаете ее при покупке приставки, сразу же отправляйте по адресу 119034 Москва 34 Дэнди. С этого момента вы официально становитесь членом большой семьи Дэнди со всеми вытекающими прелестями. Но вы еще даже не догадываетесь, какая радость вас ждет. Я приглашаю вас в компьютерный центр обработки данных фирмы Дэнди. А там вы все узнаете. Хорошо, что сегодня суббота, и мы никому не будем мешать здесь, в компьютерном центре обработки ваших регистрационных карточек. Еще раз объясню, что происходит. Ваши письма приходят сюда, по адресу Москва, Дэнди 34. И все ваши регистрационные карточки внимательно изучаются, и данные из них заносятся в память вот этого нашего компьютера. Специально созданная программа компьютерчиками фирмы Стиплер обрабатывает их и начинает в произвольном порядке мешать, как карты в колоде. На сегодняшний день у Дэнди 150 тысяч членов нашей большой семьи. Представляете, сколько надо ума компьютеру, чтобы все эти ваши фамилии и адреса перетасовать, перемешать. И в конце концов компьютер ждет момента, когда я нажму вот на эту клавишу. Эта клавиша дает компьютеру команду, и он из 150 тысяч фамилий выбирает одну. Этот человек и станет сегодня победителем нашей компьютерной лотереи. Ну, а в качестве приза мы сегодня решили предложить вам вот что. Это очень нужная, очень важная вещь, о которой я сегодня уже говорил. Переходник Мега Ки. Для того, чтобы на вашей приставке Sega вы могли играть любыми картриджами из любых стран. Итак, приз объявлен, компьютер думает, и мне остается только нажать на кнопку. Не глядя на монитор, чтобы я был объективным. Внимание. Награждается. Ха-ха. Редькин АА. Москва, проспект Мира, дом 79, квартира 122. Редькин АА. Алексей Александрович, Александр Алексеевич, Анатолий, не знаю. Короче говоря, Редькин, тебе повезло. Ты становишься обладателем великолепного адаптера Мега Кей. С этого момента твоя фамилия исчезает из памяти нашего компьютера, из ее лотерейного файла, и переходит совсем в другой файл. Об этом через несколько секунд. Секундка. Везет же людям, а, смотрите. Отправили по адресу маленький кусочек картона. И нежданно-негадно выиграли такую нужную и важную вещь, как переходник Мега Кей. Но и это еще не все. Самая потрясающая затея в нашей лотерее заключается в том, что среди победителей каждого выпуска нашей передачи, где-то ближе к Новому году, а может быть чуть позже, мы разыграем вот эту вот потрясающую приставку Panasonic 3DO. Те из вас, кто был когда-нибудь в магазинах фирмы Denzi, прекрасно знают, о чем идет речь. Так что смотрите каждый выпуск нашей программы. Не пропустите свой шанс. Вот эта вот пачка писем у меня в руках, одна тысячная, может быть, одна десятитысячная часть той огромной корреспонденции, которую мы получили от вас с ответами на вопросы нашей викторины. И сегодня пришла пора подвести ее итоги. Я дней и ночей не спал, читал, открывал эти письма. Очень мало, увы, правильных ответов. Но это и не мудрено. Вопросы были не очень простые. Из нескольких тысяч писем, которые мы получили в адрес нашей программы с ответами на наши викторины, мы смогли выбрать всего одно с правильными ответами. Идеальный правильный ответ только в одном песне, представляете? И вот сейчас перед вами одна из авторов этого письма, Лена Васильева. И брат Дима еще помогал, или ты ему помогала? Я ему помогала. Ты ему помогала. Каким образом вообще вам удалось так досконально, точно ответить на все вопросы? Ну, мой брат очень хорошо играет в игры. Ну, мы спросили у знакомых, у друзей. Ну, перелопатили немножко с литературой. Правильно ответили на вопрос. Молодцы. Так вот, знаете что, мало того, что они правильно ответили на вопрос первой викторины, конечно, на вопрос второй викторины правильно ответили. И сейчас настает такой торжественный момент, когда я должен вручить приз этой замечательной семейке. В двух словах, буквально правильные ответы. Максимальная скорость процессора 64 бита, совершенно верно. Это приставка Atari Jaguar. Ее пока у нас нет в продаже, но, наверное, скоро появится. Самый близкий к Кремлю магазин Denzi. Это переход в театральный ГУМ. Игры на буквы S. Ну, там, боже мой, сколько можно будет игр написать. И Лена с Димой, кстати, написали их, знаете, сколько? Немного, не мало, 67 штук. Вот. Ну, и что еще? Площадь регистрационной карточки... А, игру Jurassic Park. Игру Jurassic Park для приставки Sega Mega Drive 2 создала сама фирма Sega в сотрудничестве с фирмой Blue Sky Software. Если вы прошли до конца эту игру, то в самом-самом конце, в титрах вы обязательно эту информацию получите. Но для этого нужно пройти игру, она довольно сложная. И, наконец, последний вопрос. Площадь регистрационной карточки действительно 335-340 квадратных сантиметров. Ну, а те из вас, кто писали, что площадь 150-160, тоже право, потому что вы имели в виду половину карточки. А можно высчитать и площадь целой карточки. Это уж кому как нравится. Итак, правильные ответы. Замечательная, красивая девушка Лена. И не менее замечательная приставка Sega Mega Drive 2. Это вам. Спасибо. Итак, вы только что познакомились с Леной и стали свидетелями торжественной церемонии вручения ей главного приза нашей викторины приставки Sega Mega Drive 2. Ну, а как же остальные, спросите вы. Я не сомневаюсь, что среди вас есть те, кто также правильно и полно ответил на все вопросы нашей викторины. Но дело в том, что Ленину письмо мы открыли раньше других. Вот вам и ответ на ваши возможные вопросы и претензии. Как вы помните, в нашей первой викторине было пять вопросов. И победителей тоже стало пять. Кроме Лены и Димы Васильевых, призы получают те из вас, кто, может быть, не совсем правильно ответил на все вопросы, но тоже старался изо всех сил, бегал, где-то доставал правильный ответ. Итак, призы от нашей передачи получает Женя Власов. Он живет на Варшавском шоссе в доме 114, корпус 1, в квартире номер 43. Ему достается набор игровых картриджей для приставки Dendy. Женя, ты молодец, мы поздравляем тебя. Следующий победитель. Туманов Андрей из города Ногинска. С сегодняшнего дня он владеет картриджем для Sega, замечательной игрой Крюк. Андрюша, наше поздравление. Филимонов Роман Владимирович. Можно просто Рома, ладно? Ты получаешь комплект журналов Video Ass Dendy за свои старания. Московская область, город Подольск, Октябрьский проспект, дом 19, квартира 58. Молодец! И последний приз. Майка с изображением нашего слоненка Dendy. Вот такая красивая майка. Здесь слоненок, а тут написано Dendy новая реальность. Это название нашей передачи и главный лозунг фирмы Dendy. Получает этот приз Петя Коц, который живет в Москве, на улице Миклуха Маклая, в доме 38, в квартире 232. Поздравляем всех победителей нашей первой викторины. А итоги следующей. Мы подведем, как только обработаем всю информацию, и как только прочитаем каждое письмо, которое, кстати, продолжает еще приходить в адрес нашей программы. Всех поздравляем. Молодцы! Не пропустите нашей передачи. Еще раз скажу о том, что меня очень радует в ваших письмах. Мне нравится, что вы не стесняетесь задавать вопросы, не стесняетесь писать о том, что чего-то не умеете, чего-то не можете добиться. Например, Стас Беляев из Москвы, ему 14 лет, спрашивает нас о кодах в игре «Экодельфин». Вася Печенкин, ему 11 лет, спрашивает коды из игры «Миг-29». Андрей Аничкин никак не может тратить третий уровень игры «Микки Маус» и пятый уровень игры «Снайкер-2». Короче, есть у вас проблемы, а значит, есть работа для Саши и Дениса. Внимание, секреты от Дэнди. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, естественно, я спрашиваю. Да, ты? Да. Я не могу до конца оплатить. Научим. Научим, понятно. Вы нас всех научите в следующий раз. Я вставляю Street Fighter 2, производство фирмы Capcom. Начинаем. Вначале выбор у нас с 12 игроков, кем можно начать. У меня играют все время в Рю. Кстати, он самый сильный. Если не пасту, не углам, в несколько раз. Да ты что? Самый сильный в игре. Если ему не нравится играть, он же убивает сразу всех. У Рю есть три удара. Не более сильных. Из простых ударов. Угу. Значит, первый удар. Он делается с руками. Нужно нажать снизу в направлении противника и вправо. Нужно сделать, чтобы он под 40 градусов. То есть. Всего надо. Потом нажать на кнопку. Какое было, что нужно. Перед ближним боем. Есть такой удар, но очень тяжело делается. Нужно нажать вправо. Потом вниз. И потом нужно сделать то же самое, как делается в фаерболсе. Снизу направо. На 45 градусов. На 45 градусов. Если будет, то кнопка. Скажи, пожалуйста. Сколько минут тебе требует, чтобы пройти Street Fighter? 45. Я обычно сначала прохожу игру, а потом уже ищу секрет, зная всю эту игру. Ага. Скажи, что там происходит. Я уже ищу секреты и так далее. А зачем ты их ищешь, если ты уже игру прошел? Ну просто интересно все это. Еще, говорит, работа такая. Спасибо, ребята. До встречи в нашей следующей передаче. Счастливо. Да, если бы не Денис с Сашей, что бы я стал делать, не знаю. У меня никогда не хватает терпения и времени находить эти секреты и доходить к какой-нибудь сложной игру до конца. Они мне очень здорово помогают, да и вам наверно тоже. Время нашей программы неумолимо подходит к концу. И прежде чем проститься, я хочу предложить вам очень интересную затею. Программа «Дэнди. Новая реальность» встречается со своими зрителями 28 октября в магазине на Красной Пресне ровно в 5 часов. Приготовьтесь задавать нам любые вопросы. До встречи в магазине «Дэнди». Пока. Поехали. Любые игровые видеоприставки, фирменный сервис и надежные гарантии в магазинах «Дэнди». Красная Пресна 34, Петровка 12. Переход метро «Театральная ГУМ». Телефон 245.